Здравствуйте! Вы смотрите главные новости. В студии я, Ростислав Билык. В сегодняшнем выпуске вы увидите Замещение данной должности несовместимо с исполнением депутатских полномочий Из законодательной исполнительной на внеочередной сессии облсовета депутаты решали кадровые вопросы Под надежной защитой орловские полицейские отмечают профессиональный праздник Постоянные отписки получаем. Нет денег, нет денег. У всех один ответ Погрязли в проблемах. Жители микрорайона Спасский. Мценска просят о помощи Генеральный партнер выпуска новостей. Мценский мясокомбинат. Мценские колбасы. Выбирать то, что вкусно Жители Свердловского района в пятницу обсуждали свои проблемные вопросы с областной властью В райцентре поселке Змеевка побывал Андрей Клычков. Местные рассказали и показали, как им живется в новых домах Познакомились с одним из предприятий школы, а также со знаковыми местами района Наталья Пехтерева расскажет Это место в Змеевке знает каждый. Символ памяти. Мемориал напоминания о страшном военном времени Скульптура скорбящей женщины-матери символизирует тоску и горе женщины, чьи сыновья были убиты на поле боя У мемориала горит вечный огонь Это центр патриотического воспитания нашего поселка Здесь захоронены люди, которые сражались в Великой Отечественной войне Мы гордимся этим местом Более пяти тысяч советских солдат и офицеров погибли при освобождении района В памятные даты сюда приезжают из далеких мест родные и близкие павших защитников Отечества Жители поселка очень любят это памятное место Там свыше 200 бойцов погибших за освобождение поселка и района захоронено Там проводятся акции в память о погибших 9 мая Мы любим свой родной уголок, хотим, чтобы он развивался и процветал, говорят жители Свердловского района Один из них Дмитрий Попов, человек дела, говорят о нем земляки Построил десятки домов. Все начиналось несколько лет назад В конце 90-х, в начале 2000-х здесь пасли коров Здесь было просто лук и я в том числе их пас В 2005 году я начал строить дом на этой улице В 2011 году пришла такая идея, что начать строить дом Было взято первое несколько усадьб и мы начали потихоньку строить Начиналось все с бригады в три человека Третьим из которых был я Я и крыл крышу и вставлял окна и все-все это делал Это не элитная застройка Попов помогает решить району социальные вопросы Построено 33 дома. Из них 12 домов, а это 24 квартиры Построены для детей-сирот Основной проблемой здесь является дорога Коммуникации мы, конечно, все подвели Но вот с дорогой надо вопрос решать Работать и жить в своем поселке, не уезжая на заработки Пока что это могут позволить себе далеко не все жители Одно из стабильных работающих предприятий района Орловский завод по производству солода Временно исполняющий обязанности губернатора Андрей Клычков посетил предприятие Производственные мощности 100 тысяч тонн солода в год На предприятии работает сейчас в данный момент 140 человек Средняя зарплата 28,4 тысячи рублей Вы обгоняете вообще балластной показатель Экономическое и социальное значение предприятия для района отдельная тема Что касается качества продукции, оно обеспечено современным Высокоэффективным оборудованием ведущих мировых производителей Рассказывали гостям на производстве Иногда раз люди спрашивают, что такое солод? Кто-то думает, что это живность какая-то или порошок Это солод ячменный мюнхенский, это поджаренный, он такой аромат особый имеет И цвет, темную сорта, не дает пиво, темную сорта пиво То есть если его потереть, он подсох, он протирается Вы видите, такой ячменный, хорошо расстроенный солод Наше предприятие отгружает в такие города, как Калуга, Новосибирск, Ульяновск, Белоруссия, Казахстан География поставок продукции предприятия Райпо в разы скромнее Но спрос огромный Это выставочные образцы, новинки Процесс приготовления около четырех часов Только тесто сготовится и потом выпечка, растойка выпечка Тоже в течение полтора часов Поэтому этот хлеб пользуется большим спросом у населения По соседству другая выставка Производители колбасной продукции получали похвалу Здесь же состоялся разговор о планах производителей Власть заверяла, поддержим Нам стоит подумать о развитии рынка Потому что Орловская область уже снабжена по сути продукцией Можно выходить немножко дальше Это позволит и рабочие места создавать дополнительно Ну и на технологический процесс Несколько иной выходить Хотя главная ценность в том, что все натуральное Нет никаких добавок, примесей и котированные Все руками сделано Вот сохранить качество и выйти на другие рынки Конечно, было бы большим подспорьем О новых рабочих местах ЖКХ и социальной сфере Шла речь на общерайонном собрании Во время встречи Андрея Клычкова с активом района Одна из болевых точек дороги Проблема хоть и начала решаться в последнее время Но вопросов еще масса Более 20 дорог Змеевки нуждаются в капремонте Большой объем работы выполнен уже С помощью ваших усилий, вашей команды И мы знаем успехи, которые были и в дорожном строительстве Однако сейчас стоят задачи еще более гривидиозные И я думаю, что сегодняшняя встреча Это один из тех этапов, когда мы вместе с жителями, с населением И с вашим участием обсудим те задачи, которые будут стоять на ближайшую перспективу И чтобы мы вместе с депутатами областного совета народных депутатов Запланировали необходимые средства для помощи Мы знаем, что бюджет района все-таки требует областной помощи Есть, конечно, проблемы Но есть надежда, что совместно мы эти проблемы одолеем И жители наши будут жить лучше Наталья Фехтерева, Павел Джумабаев, телеканал Первый областной Региональные парламентарии во время внеочередного заседания в пятницу 10 ноября решили ряд кадровых вопросов Депутаты досрочно прекратили полномочия своего коллеги Председателя комитета по аграрной политике Сергея Борзенкова В качестве благодарности за труд, грамота Напомним, теперь Сергей Борзенков трудится в правительстве области Наш коллега Сергей Петрович Борзенков был назначен руководителем Департамента сельского хозяйства Замещение данной должности несовместимо с исполнением депутатских полномочий Поэтому Сергей Петрович написал заявление об освобождении его от депутатских полномочий И должности председателя комитета Сергей Волков будет совмещать работу в областном совете С должностью руководителя регионального учреждения госзаказчик Напомним, в облсовете он возглавляет комитет по бюджету, налогам и финансам А до начала депутатской карьеры был главой МЦЕНСКО Осуществлять руководство комитетом по бюджету, налогам и финансам без отрыва от основной деятельности В связи с чем написал соответствующее заявление На основании письменного заявления Сергея Станиславовича Комитетом подготовлены соответствующие постановления Предлагаем его принять В общей сложности на внеочередной сессии было рассмотрено 4 вопроса В завершении заседания первый вице-председатель облсовета Михаил Вдовин Обратился к коллегам и членам правительства с инициативой рассмотреть на следующей сессии вопрос капремонта Сегодня это больная тема для Орла Проект федерального закона о молодежной политике в пятницу обсуждали в Орловском регионе Для этого в областной центр приехали социологи и политологи, экономисты и юристы из 20 субъектов страны Они приняли участие в первой всероссийской научно-практической конференции по вопросам молодежной политики Тему продолжит Виктория Юркова Закон о молодежной политике в Орловской области был принят еще в 2010 году Инициатором его на тот момент выступал нынешний директор Среднерусского института управления филиала Ранхикс При президенте РФ Павел Меркулов Сегодня на базе Банковского колледжа состоялось обсуждение проекта будущего федерального закона о молодежной политике Приехала рабочая группа Совета Федерации по разработке закона о государственной молодежной политике По поручению Валентина Ивановна Матвиенко сделала такое поручение разработать закон Наверное не случайно то, что приехали в Орел Сегодня будет представлен проект, уже проект закона о государственной молодежной политике в Российской Федерации Сегодня-завтра вот они ее будут обсуждать Потому что после пленарной они разойдутся на круглые столы На три круглых стола, на которых продолжат обсуждение данного закона В составе рабочей группы представители 20 регионов Все те, кто непосредственно занимается проблемами молодежи на местном уровне Политологи, социологи, юристы и экономисты собрались на Орловской площадке Закон документообъемный и он должен отражать все направления жизни и деятельности молодого поколения Ровно 25 лет назад был создан государственный комитет по делам молодежи при правительстве Российской Федерации И это хороший повод поговорить о реализации молодежной политики на территории России Подвести некоторые итоги и определиться с перспективами Так получилось, что на федеральном уровне закона о молодежной политике фактически нет Прежний это постановление Верховного Совета Российской Федерации Об основных направлениях государственной молодежной политики в Российской Федерации В себя и жил, датируется 1993 годом Он должен быть качественным, он должен быть хорошим И мы действительно хотим задействовать все структуры, все общественные организации По словам Татьяны Лебедевой, мнение всех членов рабочей группы По созданию нового федерального закона о молодежной политике будут учтены в данном проекте Я сторонник разработки и принятия в нашей стране федерального закона о молодежи и молодежной политике Вместе с тем, мне бы казалось, что это должен быть не просто рамочный закон, но закон качественный Который опирался бы на солидный фундамент В палате молодежных законодателей при непосредственной поддержке Валентины Матвиенко Была создана рабочая группа по разработке данного закона Проект, который в течение двух дней пройдет обсуждение на Орловской земле Лежит в основу будущего федерального закона Виктория Юркова, Андрей Борискин, телеканал Первый областной Профессиональный праздник 10 ноября отмечают органы внутренних дел Российской Федерации Их сотрудники, что стоят на страже закона и порядка, принимают поздравления по всей России Как своих защитников поздравляют в центре Орловской области, наблюдала Алена Касаткина Орловский государственный академический театр имени Тургенева Стал центром проведения большого праздника Сегодня в Орловской области и по всей стране отмечают День сотрудников Министерства внутренних дел России Эти ведомства, рожденные революцией, сегодня отмечают 100-летний юбилей Сотрудники полиции, ГИБДД, Управление по контролю за оборотом наркотиков, Следственного комитета Их служба опасна и трудна Названия организации менялись на фоне изменений государства Но неизменным оставалось одно Работа ради порядка и справедливости в стране Хочу поблагодарить всех жителей Орловской области За неценимую помощь в обеспечении общественного порядка и развития преступлений Главная оценка нашей деятельности – показатель уровня доверия населения И служа закону, мы служим народу Настоящие супергерои нашего времени, что приходят на помощь, несмотря на день недели, погоду и расстояние За свою самоотверженную работу в нелегкой профессии в этот день они получают поздравления Навсегда останутся в нашей памяти герои, которые ценой собственной жизни обеспечили правопорядок Прокладывали путь к победам, останавливали преступников-террористов Сегодня под руководством президента Ассекретации Владимира Владимировича Путина Наша страна жестко и последовательно отвечает на новые вызовы и угрозы Обеспечивая внутреннюю безопасность, сотрудники полиции твердо стоят по странам законов С риской жизнью ведут непримиримую борьбу с криминалом, силу международного терроризма В этот праздничный день самые теплые слова признательности нашим дорогим ветерамам Многие из которых прошли дорогами Великой Отечественной войны Принимали участие в других конфликтах Благодарю вас за мужество, добросовестную службу на благо нашего Отечества Желаю благополучия, добра, крепкого здоровья вам и вашим близким Более 4 тысяч преступлений раскрыто сотрудниками МВД в нашем регионе только за текущий год А благодаря их слаженной работе предотвращено десятки тысяч Отличившиеся на службе сотрудники в свой профессиональный праздник получили награды и благодарности Подполковнику внутренней службы Василевской Светлане Борисовне Завестителю начальника медико-санитарной части УК МВД С празднованием Дня сотрудника органов внутренних дел в этом году совпало празднование исторически значимой даты Столетия со дня образования советской милиции Накануне этой даты торжественная встреча состоялась в Юридическом институте МВД России имени Лукьянова Туда прибыли члены правительства области и власти города, руководство УМВД и ветераны органов внутренних дел Коллег и курсантов поздравил начальник института Сергей Синенко Ксения Туркова подробнее Мы поступили только в этом году и, поручившись здесь пару месяцев, осознали, что наше решение сюда поступить было правильным Для нас это очень большая честь учиться в Орловском медицинском институте Это гордость быть курсантами В этом году в строй первокурсников встали 127 юношей и девушек, представляющие 30 регионов нашей страны За годы существования Орловский юридический институт подготовил свыше 15 тысяч сотрудников для правоохранительных органов С каждым годом высоко профессиональнее и качественнее вы осуществляете свою работу А соответственно и те, кто охраняет на честь и порядок и борется с преступностью Уже люди даже смотрят совершенно к другому Когда человек воспитан, аккуратно одет, культурен и персонально рамотен Так вот эти все качества вы им прививаете Будущих и действующих сотрудников органов внутренних дел, а также ветеранов службы с профессиональным праздником Поздравил начальник института генерал-майор полиции Сергей Синенко Особенно символично, что в этом году 9 сотрудников органов внутренних дел Совпадают с очень важной исторической датой Столетием со дня образования советской милиции История Министерства внутренних дел хранит много исторических страниц Наполненных примером мужества, героизма Не обходится в опасной службе и без потерь В этот день собравшиеся почтили память полицейских, которые ценой своей жизни исполнили профессиональный долг С днем сотрудников органов внутренних дел приехали поздравить почетные гости Лучшие сотрудники полиции были отмечены ведомственными наградами, почетными грамотами и благодарностями губернатора и Орловского областного совета Не изменилось главное отношение к делу людей в погонах Не изменилось главное верность к служебному долгу и верность к нашим традициям На это вам близкий поклон В знак особого признания за добросовестную и многолетнюю службу ветераны органов внутренних дел были награждены орденами и медалями Дельные слова признательности и благодарности уважаемых ветеранов именно вам Служба в органах внутренних дел это особое дело, которое требует от вас высокой профессиональной выручки, подготовки Именно от вас зависит степень благополучия и защищенности наших граждан Именно вы охраняете правополядок Торжественная встреча завершилась праздничным концертом Ксения Туркова, Эдуард Чернаускас, телеканал Первый областной Один на один со своими проблемами жители микрорайона Спасский, что в Амценске, оказались именно в такой ситуации Вот уже более 20 лет они просят местную администрацию обратить внимание на развитие частного сектора Однако на все обращения получают один ответ – денег нет Тему продолжит Наталья Чунина Микрорайон Спасский находится на окраине Амценска На его территории расположено более 200 домов Жители жалуются, что местным властям до них нет никакого дела Ведь все приходится делать самим Облагоустраивать территорию, ремонтировать дороги и устанавливать освещение Все своими руками и на собственные деньги Список проблем, с которыми столкнулись эти жители, можно перечислять долго Отсутствие дорог и тротуаров, перебои с электричеством А пригородный транспорт и вовсе заглядывает сюда лишь два раза в день Несмотря на то, что микрорайон находится в городе, живут амчане словно за его пределами Меня интересуют эти проблемы Постоянные отписки получаем, нет денег, нет денег У всех один ответ За 26 лет ведь именно столько существует в микрорайон У жителей таких ответов набралось несколько десятков На собрании жильцов, кому не подойди, каждый показывает по 2-3 экземпляра Мы уже в течение 20 лет просим сделать дорогу по этой улице То есть закольцевать улицу Зарощинская с улицы Катукова И пустить по этому маршруту автобусное движение Потому что вот этот наш частный сектор остается без автобуса У нас дети уже отучились, внуки уже закачивают школу Но все приходящие мэры обещают, но делать ничего не делают Почему ничего не делают и будут ли выполнены обещания Ответить на эти вопросы жильцы пригласили главу города Мценска Однако сославшись на занятость, Андрей Беляев на собрание не явился Беляева нет, видите, объясняют, что какая-то там комиссия по моногороду приехала Но я понимаю, но у него же есть и заместители Можно же кому-то было перепоручить это Но однако же этого не сделали, администрация просто проигнорировала нашу встречу Он не желает с нами встречаться, нет? Нет, 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 не желает Уже дважды он здесь не приезжает, дважды, обещал, нет Пока одни возмущаются равнодушием властей, другие с таким отношением давно смирились Все условия комфортного проживания создают сами, на собственные деньги Однако некоторые вопросы без участия муниципалитета решить не получается Инженерную инфраструктуру все сделали сами, значит, за свой счет А дальше что с ней будет, значит, водоканал, водопровод не принял Себе на баланс Вот, по электроэнергии, только что говорили об этом сейчас, значит, очень большие перебои, отключения, ненормальное напряжение Дорожный вопрос также остается открытым Неоднократно омчане обращались в администрацию города из просьбы сделать тротуар Здесь больше километра расстояния до школы, до детских садов, до первых, до последней конечной остановки Тротуара нет Устали от постоянных затрат на общее дело и собственного кармана, жалуются жители Очередным обещанием о том, что скоро все наладится, они не верят Да и в будущее с оптимизмом им смотреть не приходится Территория избирательного округа номер 18 не входит ни в одну из программ развития МЦЕНСКО на 18-22 годы Рекомендовать депутатам городского совета и администрации МЦЕНСКО улучшить работу с избирателями округа номер 18 Добиваться положительного решения, поднятых на собрании проблем Напоминаем срок уплаты налогов за 2016 год до 1 декабря включительно Если у вас остались какие-либо вопросы по начислениям, льготам и выплатам Двери Федеральной налоговой службы открыты в будние дни с 9 до 18 и в субботу с 10 до 15 В ноябре в налоговой службе всегда многолюдно Платить пенни за просрочку уплаты налогов не хочется никому Это сотрудников, конечно, радует и они активно приглашают граждан на дни открытых дверей 10 ноября с 9 до 18 часов и 11 ноября с 10 до 15 часов инспекция проводит дни открытых дверей В рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать о порядке начисления и уплаты налоговой на имущество физических лиц, земельного и транспортного налога Если вам не пришло налоговое уведомление, надеяться на удачу не стоит Государство про вас не забудет Приходите в налоговую сами, там вам распечатают все необходимые документы и помогут оформить бланки Много времени на это не уйдет На входе стоит терминал регистрации, который выдаст вам талончик с номером В дни открытых дверей возле них, как правило, стоят студенты вузов, которые помогают посетителям сориентироваться Я учусь на специальности экономической безопасности и сюда меня пригласили на день открытых дверей Я выдаю талоны и информирую людей, которые приходят по поводу различных налогов Полезна для тебя такая практика? Да, конечно, я узнаю много нового и мне это поможет в дальнейшем В зале можно встретить и пенсионеров, и молодежь Понять систему налогообложения получается у всех не сразу, поэтому визит в налоговую все расставят на свои места По вопросам налогов, конечно же, сложно самостоятельно разобраться в этом все? Думаю, сложно, да, пока еще этого не делаю, пока еще родители помогают разбираться Я собрался за вернице, думаю, дай проконсультируюсь, налоги-то идут, все равно же плачу и за квартиру, за дачу, за машину узнать, как дела обстоят Вот за этим зашел Обязанность есть, надо платить, варианты-то нет Легко вам это дается, ну вот, понять, сколько, чего заплатить, когда? Ну, все понятно, расписываю, в рекламе Однако вопросов, иногда и претензий налогоплательщиков по-прежнему немало Смотрю, разбираюсь, и я думаю, что это надо дома делать только Специально для тех, кто желает сэкономить свое время, налоговые инспекторы призывают граждан заводить себе личный кабинет на сайте налог.ру Там все квитанции, счета, калькулятор налогов и, естественно, вся пояснительная информация Однако, чтобы получить официальный доступ к кабинету, вам все же придется прийти в налоговую службу для регистрации аккаунта Алина Логутина, Сергей Руднев, телеканал Первый областной Напомним, что самые актуальные новости нашего региона всегда можно услышать в эфире экспресс-радио «Орел» Выпуски новостей выходят каждые полчаса с 6 утра до половины 12 вечера по будням Заместитель президента Российской академии наук Максим Сафонов прибыл в Орловский регион В пятницу на встрече с первым вице-губернатором Александром Будариным и ректором Орловского государственного университета имени Тургенева Ольгой Пилипенко шла речь о продолжении сотрудничества в научной сфере В следующем месяце на базе ОГУ будет открыт Центр оценки качества жизни Планируется подписание соглашений с Росстандартом, Роскачеством, Роспотребнадзором При достаточно представительной итальянской делегации Собственно будет объявлено о том, что на территории Орловской области создан Центр оценки качества жизни И будет подписан ряд соглашений, включая Росстандарт, Роскачество, Роспотребнадзор То есть достаточно большая программа, которая предполагает не один, не два, не три года развития Работа в этом центре Нобелевского лауреата Рикарда Валентини То, как мы об этом договорились ранее И сегодня, я знаю, вы подтвердили его согласие Работать уже на постоянной основе в Центре качества, который создается совместно Академией наук, опорным университетом имени Тургенева Орловским При участии правительства Я уверен, что он послужит и таким консолидирующим центром для производства работ По оценке качества жизни, ну, как минимум, в Центральном федеральном округе Орловский государственный университет имени Тургенева Станет площадкой для обмена результатами фундаментальных исследований российских и зарубежных ученых В прямом эфире телеканала «Первый областной ректор ВУЗа» Ольга Пилипенко Рассказала о международной научно-практической конференции «Трансляционная медицина», которая в декабре пройдет в Орле В ходе форума будут представлены к обсуждению новые данные в области молекулярной медицины, биологии, протеомики и геномики Особенностью этой конференции будет не только секция, связанная с медициной, с трансляционной медициной Там очень много подразделов, связанных с современными технологиями медицинскими Но будет отдельная секция, связанная и с здравоохранением, и с экономикой здравоохранения И с цифровой медициной, и с телемедициной, и с биотехнологиями, и с фармацевтикой Вот поэтому, ну, примерно количество человек, которые мы ожидаем, это будет 400-500 гостей Масштабная конференция, да, мы к ней очень серьезно готовимся Вместе с Министерством образования, с Министерством здравоохранения и с Российской Академией наук Поэтому надеюсь, что весь город, не только университет, и Орловская область Сможет достойно и принять, и обсудить возможные проблемы Которые могут быть решены теми рекомендациями, которые будут выработаны на этой конференции Для того, чтобы качество жизни нашего населения становилось лучше Ректор ОГУ Ольга Пилипенко поделилась и другими масштабными планами университета Одним из самых главных проектов университета становится проект, связанный вместе Который мы будем и готовить, и, надеюсь, реализовывать с правительством Орловской области С администрацией города Орла, связанный с стратегической программой социально-экономического развития региона И нацеленный на создание среды, комфортной для жизни, и обучения, и ведения бизнеса У студентов художественно-графического факультета ОГУ имени Тургенева впереди много бессонных ночей Помимо того, что зимняя сессия на носу, так еще и представители одной известной строительной компании Предложили ребятам принять участие в необычном творческом конкурсе Отказаться от которого никто не смог Почему? Расскажет Алина Лагутина Разработать макет, придумать эскиз, создать уникальный дизайн Все это будни студента худграфа ОГУ На этот раз задача непростая Ребятам предстоит разработать дизайн юбилейной упаковки конфет Заказчик реальный, поэтому и денежное вознаграждение лучшему полагается 10 тысяч рублей Конкурс организует строительная компания города Орелстрой Которая в следующем году отметит юбилей 75 лет Мы хотим дарить нашим покупателям конфеты Ну, потому что принято в день своего рождения дарить гостям подарки в гощаде В том числе мы хотим выпустить подарочную серию конфет Которая выпускаться будет тоже на нашей Орловской фабрике А чтобы это было заметно, понятно и интересно Мы решили провести среди вас конкурс на лучшую упаковку Цветовая гамма, объекты, форма, предмет изображения, право выбора авторов Конкурс не имеет четких рамок, но отбор будет строгий и справедливый Надеюсь, нравится Если мы привозим с международных выставок дипломы и победителей, и призеров То я думаю, что справятся Сами студенты идею восприняли на ура И на это есть свои причины Я думаю, этот конкурс также будет интересен И у меня уже есть какие-то идеи, связанные с этой упаковкой Так что будем стараться делать и выполнять Он поможет нам развить наши способности Посоревноваться между собой, между другими участниками И может быть в дальнейшем это будет перспективой для нашей дальнейшей работы Сроки выполнения работы граничны до конца 2017 года О результатах конкурса, о его победителе мы расскажем вам в следующих выпусках главных новостей Алина Логутина, Эдуард Чернавска, Стелеканал Первый областной Региональное отделение Российского военно-исторического общества Провело собрание своих членов, пригласив по случаю гостей из научного сообщества Районных администраций, национальных общин, краеведов и поисковиков Повод для собрания – участие в мероприятиях, приуроченных к Международному дню против фашизма, расизма и антисемитизма Сергей Быковский продолжит Праведники мира – так зовут в Израиле тех, кто спасал в годы войны евреев Для тех, кто занят поиском не спасенных, в том числе и евреев Похожее название, кажется, еще не придумано Они просто поисковики, и так их зовут десятилетиями Позвали и в прошлом году в деревню Погорельцево, Шаблыкинского района Там они произвели разведку места, оказавшимся ранее неучтенным массовым захоронением евреев, расстрелянных фашистами в 1942 году О нем стало известно благодаря местному жителю Евгению Николаевичу Курбатову Он был очевидцем расстрела 14 человек, среди которых были дети И указал на место Установили, зафиксировали и передали еврейской общине, в общем-то, эти данные Которые впоследствии также, они установили там памятный знак Мы задокументировали также и другой факт Изначально в яме, кроме них, были еще местные жители Местных жителей забрали А этих 13 из-за того, что у них не было родственников, оставили на месте Вспоминали об этом всем в Среднерусском институте управления филиале Ранхиггс 9 числа Дата для встречи разговора на тему выбрана не случайно В ночь с 9 на 10 ноября 1938 года в Германии произошел массовый еврейский погром Получивший название «Хрустальная ночь» или «Ночь разбитых витрин» Эти события положили начало Холокосту и гибели около 6 миллионов евреев Потом день 9 ноября был назван Международным днем против фашизма, расизма и антисемитизма Вот ему-то и было посвящено собрание Орловского отделения Российского военно-исторического общества Позвали общественников, ученых, представителей диаспор и поисковиков Ребят и их командиров из поискового объединения «Огненная дуга», объединяющего несколько отрядов Всем им отдельное спасибо, кроме благодарности от военно-исторического общества И региональной еврейской национально-культурной автономии На заседании были вручены медали Израильского союза воинов и партизан Инвалидов войны с нацистами А еще книги в качестве подарка и в назидание Ее автор – орловчанин Зелик Бонгс Заслуженный работник культуры РСФСР, ветеран войны, выживший в концлагере Там мы как могли заставляли себя не изменять человеческим привычкам Возможность выглядеть человеком поднимала дух И это важно не только в плену, но и в таких вот встречах Поддерживать друг в друге главное – человеческое Сергей Быковский, Сергей Руднев, телеканал Первый областной Отметить 20-летие в лучших спортивных традициях Всех желающих орловчан приглашают на открытый кубок черноземья По мини-футболу среди женских команд Организатором масштабных соревнований выступили газеты «Спорт Альянс» и «Орловская правда», а также ОГУ имени Тургенева К нам приедут 10 сильнейших команд Центрального федерального округа из Москвы, Курска, Калуги, Брянска Ну и конечно же орловские команды будут представлены тоже на соревнованиях Два дня будут проходить турнир – 11-12 ноября В субботу игры начнутся в 10 часов, 12 ноября – в 9 часов Соответственно, плей-офф турнира, то есть самые решающие матчи пройдут 12 ноября На этом все Интересную информацию сообщайте нам по телефонам редакции 76 10 28 и 508 088 В студии был Ростислав Билык Всего доброго Натуральный кофе Либо Голд – это богатство вкуса, яркий и бодрящий аромат в каждой чашке Созданный из лучших зерен высокогорной арабики, Либо Голд сочетает гармонию цветочных нот и карамельные оттенки в насыщенном незабываемом вкусе Всегда хорошие новости с кофе Либо Голд Славится Орловщина вкусными деликатесами Мценский мясокомбинат бережно хранит лучшие традиции Мценские колбасы готовят только по любимым рецептам Ох, как вкусно! Мценские колбасы Выбирай, что вкусно! Пол лимона – это не кисло! Не упусти свой шанс! Покупай в ЦУМе и выиграй полмиллиона рублей и много других призов! Розыгрыш состоится в прямом эфире первого областного телеканала 16 ноября Детский развивающий клуб «Умнички» ведет набор групп 8 марта 8 Нужен холодильник? В Нетвит холодильник индезит система вентиляции «Директ Кул» С экономией тысяч рублей всего за 17 499 И вся техника по 100% на низким ценам Хотели бы купить новую квартиру с уже сделанным дизайнерским ремонтом? Компания «Пау Орел Строй» представляет новую улучшенную отделку квартир Успейте купить до повышения цены Звоните 63 30 42 63 30 42 Региональный информационный центр Орловской области сообщает Что с 12 ноября 2017 года продажа и пополнение всех электронных проездных билетов Будет производиться только в отделениях Сбербанка города Орла Пополнение и реализация в отделениях Почты России приостанавливается Внимание! Праздничное открытие нового магазина «Планета одежда обувь» Где? В торговом центре Тургеневский Когда? 12 ноября в 12.00 Приходи и ты! «Планета одежда обувь» Модно не значит дорого Здравствуйте! Прогноз погоды на Первом областном С вами Катерина Ясная Температурный режим бьют все рекорды ноября Синоптики обещают до 6 градусов и выше А ведь уже почти середина месяца Через несколько секунд расскажу подробные сводки Не важно какая погода сегодня Важно всегда выбирать то, что вкусно Генеральный партнер программы «Мценский мясокомбинат» Натуральный кофе Либо Голд Созданный из лучших зерен высокогорной арабики Сочетает гармонии цветочных нот и карамельные оттенки В насыщенном незабываемом вкусе Кофе Либо Голд поднимет настроение в любую погоду И к прогнозу В Амцинске пасмурно, целый день дождь Днем плюс 6 градусов, ночью плюс 4 В Ливнах переменная облачность, временами дожди Температура до плюс 6, ночью плюс 3 В Болхове пасмурно и дождь Температура днем плюс 6, плюс 4 ночью В Орле плюс 6, пасмурно и дождь, как и по всей области Ночью плюс 5, ветер южный 6-7 метров в секунду Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба Что в пределах нормы Это был прогноз на субботу Проводите выходные с Первым областным Розыгрыш полмиллиона рублей От Орловского универмага в эфире Первого областного телеканала 16 ноября в 20 часов Не упустите свой шанс Наши партнеры Сеть магазинов Сантехтепло Оборудование для водоснабжения и отопления Вашего дома Щипная площадь, дом 7 Мир распродаж Новая осенняя и зимняя коллекция Одежды и обуви уже в продаже Орел, автовокзальная 3 Московское шоссе 156Б Акция Обменяя старую шубу на новую Мехас Таврополье Выставка распродажа натуральных шуб Из мутона, норки, бобра 15 ноября Мценск, дворец культуры 16 ноября Болхов, РЦДН Берегите себя и своих близких Всего доброго, до свидания Славится Орловщина Вкусными деликатесами Мценский мясокомбинат Бережно хранит лучшие традиции Мценские колбасы готовят только по любимым рецептам Ох, как вкусно! Мценские колбасы Выбирай, что вкусно Пол лимона это не кисло Не упусти свой шанс Покупай в ЦУМе И выиграй полмиллиона рублей И много других призов Розыгрыш состоится в прямом эфире Первого областного телеканала 16 ноября Акция «Обменяй старую шубу на новую» Меха Ставрополья Выставка распродажа натуральных шуб из мутона, норки, бобра 15 ноября город Мценск, двоец культуры 16 ноября город Болхов, РЦДН Сеть магазинов Сантехтепло Котлы, колонки, фитинги, трубы, радиаторы, смесители, мебель для ванной комнаты от производителя Акция «Газовый двуконтурный настенный котел с закрытой камерой сгорания Бош за 25 220 рублей Радиатор литой алюминиевый Аллекорт, одна секция, 240 рублей Магазин Сантехтепло, щепная площадь 7 Мир распродаж Новая осенняя и зимняя коллекция одежды и обуви уже в продаже Ждем вас! Московское шоссе 156Б и улица Автовокзальная 3 Мир распродаж У нас вы найдете все!